Доброе утро, друзья! Патчи нанесла себе. Бутылки у меня тут везде валяются. Я эти бутылки наливаю в воды, чтобы полить свои цветы. Чуча, привет! Как твои дела? Намусорил? Ну, как всегда. Хрюндель. Пол палки сожрал уже. У нас сегодня пасмурно. Класс! Прохладно. Я бы не сказала, что прохладно. Но хотя бы солнце не выжигает. Ко мне сейчас подруга придет. Я ее немного окромсаю. Пойдем с ней гулять. Да, мы пойдем гулять, а ты будешь дом сидеть. Потом вечером с тобой будем гулять. А пока пойду позавтракаю. Сделала обычный тост. И кофе. И усек. И будет так вот мне вкусно. Я нашла причину, что с моими геранью. Там, короче, смотрите. Видите, я отломила. А там какая-то гусеница. Друзья, что делать с этой гусеницей? Вот она именно жрет. Помните, я вам говорила, что она жрет изнутри ее? Там прям вот дырки. Что мне делать с этими гусеницами? Или уже все, ничего не сделаешь, а? Друзья, пишите в комментариях. Может быть, у вас была такая... Просто вот так пальцем отломила, а там прям вот червяк. Смотрите. Видите? Где я его не буду трогать, потому что мне, да, мне... Я не люблю всяких червяков. И вот у нас ствол изнутри жрет. Помните, я вам как-то рассказывала, что внутри как пустой. Очень интересная ситуация. Я сейчас в интернете почитаю. Но если у вас было что-то такое, наподобие на новом кресле, мое счастье, радость моя, то напишите, как с этим справляться. У меня есть... Я брызгала... Когда вот это все началось, я брызгала вот этой штукой. Но тут нету червяков. Я сейчас его попрызгаю все равно. Зато грибы вон растут. Гад такой. Они внутри. Хоть ты как-то их... Они внутри. Брызгай, не брызгай. Видите, он цветет, он все хорошо. Ну, блин, с червяками внутри. Сейчас пойду я эту ситуацию изучу. Потому что тут я вот прочитала в этих комментариях, нужно поливать этим удобрениями. У меня есть удобрения. Я поливаю всегда с удобрениями. Вот. У меня и для орхидеи удобрения. И все есть. Как в Париже. Вот. Но вот... Если они внутри, то там, наверное, не поможешь ты ничем. Потому что я понимала, что что-то происходит изнутри. Проблема идет изнутри. А как ее решать? Нам поможет, конечно же, интернет. Ну, и вы, наверное. Если у вас была такая ситуация. Ситуация. Били-мили-китуэйшн. У меня тут уже готов тост. Такой хлебушек заканчивается, кстати. Тостовый. Я сама его делаю. У меня еще есть варенье. Очень много всякого варенья. Не знаю. Черничное, наверное. У меня еще же малиновое есть. И с чем у меня? С маслом или, наверное, с творожным сыром. Обожаю творожный сыр. Вкусняшка такая. Раньше его вы спали не продавали. Представляете? А потом как-то опять начали. Опять. По-новому начали, в общем-то. Ой, скоро же подружка придет. А я тут хожу голенькая. Червяков орхидеи выискиваю. Ладно. Друзья, буду по-быстрым, по-шустрому. У нас вот есть магазин такой. Тедди называется. Это типа, знаете, мне кажется, типа русского фикс-прайса. Правда, тут еды нет. Вот. Как говорится, все здесь дешево и сердито. Пока Ольга пошла к себе домой, там ей Таня яблоки передавала. Она прямо рядом с этим магазином. Говорю, я сюда загляну. Смотрите, сколько ее стоит. 7 евро вот такая. Подушка интересная. Мягкая такая. Ой, Чарли моему креслу. Гляньте. 20 евро. 20 евро. Как только он его сожрет. Подумает, что это игрушка. А так классная. В общем, здесь все вот так вот. Интересно. Фреддики. И сейчас пойду в Примор. Я хочу себе тенюшки купить. Тени какие-нибудь. Точнее, не какие-нибудь. Уже знаю, какой цвет хочу. Поэтому сейчас пойду в Примор. Захотелось сменить. А то что-то у меня тени однотонные. А хочется чего-то другого. Знаете, что еще? Маски какие-нибудь красивые. Что-то я их не вижу здесь. Ладно. Пойду на улицу. Такой у нас магазин. Я сейчас в магазине. Вот такой лифтис. Смотрите, какое интересное платьишко. Прям приглянулось. Ты тоже ли на него приглянул? Такие разные. Что, пойдешь мерить? А куда ты пошла с ним? А зеркало? Так я взяла. Быстро побежала. Я даже не поняла, че и почем. Хоккей с мячом. Еще знаете, мне какое понравилось платьишко. Вот такое тоже. С запахом оно такое. И рука в три четверти. Всего 9 евро. Представляете? Может приобрести. Я люблю платье с запахом. Хотя у меня платье столько много. Не буду приобретать. Ты что, не понравилось? Да. В общем, такие вот стиль. Видите? Вот этот магазин очень недорогой. И здесь много ничего интересного есть. Такие цены, видите? 16 евро. Платьишки всякие. Там еще есть спортивная одежда. Разная. Всего до всего. Маечки. Мне столько. Я уже дома. Кое-что купила. Сейчас вам покажу свои покупочки. Выгодные покупки. Сегодня у меня такие получились просто шикарно. Классно. Так. Во-первых, купила себе обувь. Такую. Смотрите. Я померила. Очень удобно. Просто класс. А цена вообще шикарная. В общем, там магазин. Скидки уже заканчиваются. И там обувь вся. Одни за 10. Двое за 15. То есть, подруга моя. Ольга купила себе другие там кроссовочки. Классные тоже. И я говорю. Я говорю. Давай с тобой обувь. Ты купишь за одни. Я с другие. И в общем, за 15 евро мы купили две пары обуви. По 7.50 каждая нам вышла. С подружкой. Вот. Смотрите. Мне кажется, сейчас под джинсы. Подо все. Очень будет классно. Как вам показать? Не знаю. Я еще, как говорится, сейчас похожу. Ну да. Очень удобно. Они тряпочные. И в общем, мне кажется, и удобно. Главное, для меня обувь, чтобы было удобнее. Сейчас покажу. Смотрите. Мне кажется, очень даже неплохо выглядит. Они в дырочку. Если что, не жарко будет, не холодно. В общем, мне понравились. Что-то такое. Сейчас, мне кажется, в моде что-то такое. Вот с острыми носами. Так что, классненько. Даже под платье какое-нибудь. Вот я сегодня в платье была. Тоже неплохо смотрится. Наш король отжал у папи диван, кресло. И теперь он там кайфует в нем сам. Классно тебе? Удобно, любовь моя? В Примор ходила вот за этим кремом. Я подписана в инстаграм на Примор. И они там выставили, что этот крем идет с большим предложением. Здесь очень много всяких... В общем, мне понравилось, что здесь и... Роса Маскетера. Это, по-моему, масло, шиповника. Мед. Эти. Альгасмарина, водоросли. Масло какао. Каллаген. Морской коллаген. Глицерин. В общем, этот... Кислота... Кислота вот эта, которую я не выговариваю. И аулуронику. В общем, какая-то... В общем, всего до всего. Вот смотрите, сколько здесь всего. Вот здесь и... Ну вот, видите, увлажняет. Экстракт меда. В общем, всего до всего. И, как всегда, наклейку наклеили. Надо посмотреть. В общем, цена была ее 30 евро. Вот. А по предложению оно идет за десятку. То есть, даже здесь написано 15-16. А когда я пошла на кассу, то там вот было 10 евро. Подруга такая, когда мы уже выходим из Примора, она такая, не понял, говорит, а я почему не знаю. Мы вернулись уже. Я просто зашла сразу в магазин и говорю, мне нужен... Ну, естественно, у меня фотка, скриншот лежал в сумке. А вот она говорит. И я сразу говорю, хочу такой крем. Она мне его показала. Причем на витрине было вот 16. Она, ой, не знаю. А когда я пошла платить, оказала за десятку. Когда мы вернулись за этим кремом подруге, его уже не оказалось. То есть, я последний взяла. Но там работница сказала, что через пару дней привезут еще. И будет еще предложение. Я за ним 2 недели смотрела. Хочу, не хочу. В общем, хочу. У меня как раз крем дневной заканчивается. Вы знаете, я много денег на крема вот эти вот разные не пользуюсь. Потому что эффективность кремов, особенных там, знаете, что там уберут морщины. Я не верю. Это только хирургия. Но я верю, что всякие крема могут предотвратить эти морщины. Кожу надо увлажнять. Главное, это гены. А у меня гены предположены к морщинам. Что там пищит? В общем, да. Поэтому я мажусь всем на свете. Крема у меня были дорогие, дешевые. И каких только не было. И особого эффекта я не видела. Ну, тут, в общем-то, так как этот крем вроде бы как 30 евро не так уж и дешево, да. Недорого. И там всего-навсего напихано. Посмотрим. Хотя, что мы посмотреть-то будем. Ладно. Неважно. Купила. Есть. Нужен был. Еще купила вот такую сыворотку тоже. Я сейчас все... Ну, естественно, возраст такой, что к 40... 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 В общем, возраст. И надо уже всем на свете. И очень сухая кожа. У меня даже крема не идут для того, что там что-то как-то... А, вот просто очень сухая. О, май-н-го, вот как красиво. Ой, да это... И, в общем, очень сухая кожа. Смотрите, какая сыворотка шикардосная. И тоже вот эта вот кислота и алюроника. Ммм, какой красивый. Посмотрите. Это сыворотка. Тоже тут что-то со всеми там делами, в общем. Все там всего-то всего. Вот, против морщин, увлажнений. Этим я хочу пользоваться утром. Потому что утром пыталась пользоваться кремами дневными, но кожа не дышит и просто какой-то не нравится мне эффект. Да, может быть, не мой крем, но много бы разных пользовалась. Не знаю. Поэтому попробую. А, все равно сушит. Потом вот просто макияж вот так весь ползет. Хотя сейчас особого макияжа не надо макияжить. Все равно маски... Ой, а что ты открыт? В общем, вот такой вот красивый. Смотрите, какой красивый. Сывороточка. Сывороточка. И тенюшки купила себе. Вот такие цвета хотела. На камере не особо видно. Они как-то розово-коричневые, знаете. Даже не знаю, как вам показать. Ну, вот. Вот, хотя видно, видите. Розово-коричневые. В общем, цвета хотела не чтобы были. Вот цвет, например, и с перламутром, и особо так матовые были. Всегда беру палетки. Не люблю. Я комбинирую всегда тени на глазах. Сейчас не особо крашусь, потому что все еще жара. Хотя сегодня стрелки нарисовала голубые. Не знаю, буду пробовать. Что за фирма? Не знаю тоже. Вообще, ничего не знаю. Буду пробовать. Они у нас, знаете, сколько стоили тени? 6 евро. 6 евро. Вот такая палеточка. 4 евро. 4,399. Вот такой вот серум. И купила маски. У нас маски все дешевеет и дешевеет. Сейчас вот уже 10 штук за 4,99. За 5 евро купила. Хотя я заказала себе в Китае. Там штук 50. Я в этих масках люблю, не то что люблю, надеваю, когда иду гулять. То есть, пока иду по городу, нужно же в маски идти. И вот в них более-менее дышится хорошо и нормально. Еще муж тоже у меня их ворует. Хотя у него есть. В общем, нужные маски. Вот такие вот у меня покупочки. Ого. А сейчас я иду готовить. Ну, с красной отмазки попробовала вот этот вот серум. Сыворотка классная вообще. Кожа такая, знаете, и прям прикольная. И блестит такой блеск. Здоровый блеск. Не знаю, как видите. Ой, ну какая я буду красивая. Кому же я достану? Так, идем готовить. Готовить сегодня буду пасту китайскую вот эту вот, удон. Удон. Я пока ждала подругу, Ольгу. Уже нарезала. Рецепт мне подруга моя, Зарина, мне рассказала. Креветочки размороженные замариновала в соусе терияки. Вот сейчас буду обжаривать лук, перчик, добавлю потом кабачок, чесночок и все это буду обжаривать. Напомню, здесь у меня чеснок, лук, перец. На большом огне вот так вот все поджариваю. Добавляю, когда уже почти все готово, добавляю кабачок, потому что кабачок готовится буквально 5 минут. Порезала, как душе угодно, так и порезала. И до готовности кабачка вот так вот обжарю все. Убавила немного газ. Газ. Огонь. И обжариваю. Смотрите, как интересно. Они вот так вот, наверное, порционно. И готовим согласно инструкции. Я две возьму. Наши двое. Четыре минутки, потому что подруга сказала, написано 5, а буду готовить 4. Так вот. Кабачок почти готов. Отправляю туда наши креветки вместе со всеми делами. С соусом перияки, чтобы они там потушились вместе. Ммм, какой запах пошел интересный. Добавлю туда соевый соус. Не солила, потому что соевый соус и так соленый. И чтобы все это потушилось в этом соусе. Териячно. Как это? Териячно. Соевым. Такая вкусняшка будет у меня, наверное. Ммм, как вкусно пахнет абрикосами. Также у меня есть вот такой соус. Ой, вот такая вот приправа. Китайская. Я ее немного, потому что она очень острая. Я острую пищу не люблю. Вот так, чуть-чуть добавим. Вы знаете, сюда бы, наверное, подошли морские водоросли, которые у меня есть. Но которые я забыла это. Будем залить. Ну ладно, без морских водорослей будем кушать. Так, макарошки отварились. Будем их сливать в воду. Слила воду с макарошек. И отправляем их сюда. Перемешиваем. Тушим пару минут. И еда готова. Пробуем на соль. И все. Вуаля. Должно быть очень вкусно. Ммм. Вот так получилось. Всем приятного аппетита. У нас радуга. Смотрите, какая красота. Ммм. И дождик подкапает. Класс. Так давно не видела радугу. Погодка такая. То дождь, то снег. Выходил дождь был. Пришел опять дождь. Но зато так прям прохладно стало. Так классно, свежо. Вот я уже с красоту смыла. Пойду сейчас отдыхать. С вами буду прощаться до завтра. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok